Добрый день всем здравствуйте сегодня у нас очередная серия про народный частотник восьми крут вернее этот частотник разработан на форуме радио код и успешно реализован уже в металле как говорится вот физическом таком теле до радио интернет магазин radicon ссылочки естественно будут в описании получаем вот такой конструктор спаяем и получаем вот такую рабочую схему как она работает как она крутится смотрите предыдущие ролики мы там паяли испытывали пробовали в этой серии попробуем изготовить корпус на сайте можно заказать готовый корпус но с ними немножко напряженка и мы же опять же концепция как можно дешевле то сделаем максимально все своими руками да поэтому у меня вот есть оцинковочка толщиной 0 5 миллиметра и сейчас из нее сделаем выкройку и попробуем собрать самодельный свой корпус до придумывать ничего не буду возьму за основу тот корпус который предлагается на сайте радио кон который можно там заказать но если он сейчас наличие нет утверждать не буду все дело в том что на настоящий момент даже радиоконструкторы там вдруг кончились для этого знать что делаем берем линейку угольник чтоб можно было отмерять углы все это тщательно промеряем и зарисовываем понеслась значит меряем как всегда длину высоту ширину сделаем простой коробок без всяких выкрутас ну и может быть от отверстия под вот эти не может быть и надо будет сделать отверстие под индикацию поехали вот вот Продолжение следует... Ну вот в принципе все размеры у нас с вами и имеются. Теперь все эти размеры переносим на металл. Итак, размеры проставлены. Давайте, кому надо, значит, нажимаем стоп-кадр. Я сейчас попробую покрупнее еще сделать. Вдруг кому-то надо это будет запомнить. Ну вот так, наверное, виднее будет. Ну я потом фотографию отдельно вставлю, можете увеличить. И переносим все это на металл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Ребята, немножко выпуклые получились, не в ту сторону, надо ревторнуть. Продолжение следует... 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 ну чё ребят вот такой корпус у нас получился с оцинковочки я его и красить даже не буду прихватили контактной сварочкой контактная сварка акс 3 т.м. на 220 вольт специальная контактка есть такая естественно где ее приобрел я оставлю ссылочки в описании частотник наш тоже в принципе готов опускаем его в корпус закручиваем гаечку выравниваем чтоб здесь все красивенько было без перекоса и получаем в итоге вот такую композицию сейчас вот тут еще пару отверстий сделаю чтобы прямо в радиатор закрепиться можно было до саморезами алюминий саморезиками прям прихвачусь и все и будет красиво далее ребят я рекомендовал бы сделать одну вещь найти какой-нибудь картон очка сделать изолирующую прокладку прокладку сделать по размеру платы индикации ну то есть вот буквально такой квадратик сделать который можно закрыть плату индикации сейчас покажу то есть она вот так вот сюда ляжет вот так берем вклеиваем корпус у нас железный и мало ли что где чего да чисто так это на всякий случай здесь и есть расстояние вот шляпками болтиков она как бы позиционируется лучше не сядет но делаем прокладочку прокладываем и на получается намного лучше надеюсь никого не надо учиться пользоваться клей момента намазали размазали подождали минут десять пока он перестанет на палец прилипать и потом плотно плотно прижимаем перекур и вот ребят картоночку вклеил окошечки эти повырезал канцелярским ножичком и все теперь можно собирать уже окончательно теперь мы не боимся что плата у нас ножки тут из вдруг пробой или еще что тут напряжение низко ребята но на всякий случай береженого бог бережет корпус железный поэтому подстрахируемся так скажем да поехали собираем отверстия просверлили и теперь самое главное их попасть закручиваем самыми обычными семечками да кто связан с ремонтом знает что это такое ну короче маленькие и каленые саморезики ну вот принципе и все ребят осталось прикрутить гаечку ну вот ребят вот такой вот интересный у нас корпус получился 10 специальные отгибы с отверстиями чтоб можно было прикрутить к какой-то стене допустим да или там к шкафу или еще что то регуляторы все есть выход под внешний пульт управления виден эти все видны ну кто хочет может сверху тут стеклянную какую-нибудь откидную крышечку придумать это уже ваша фантазия я показал как бы основы вот подобную коробушку можно сделать из фанеры картона арголита чего там у нас еще есть то ламината до оргстекла ну кого что есть там ребята мне предлагали в комментариях сделать из нержавеечки отполировать нержавейки у меня нету оцинковка есть осталось это поставить на станок вот ребята в принципе все коробушка наша установлена светится патрончик крутится как вам показать ну давайте кстати многие спрашивали а как крутящий момент на частоте на минимально ну вот минимальная частота 1 герц остановить могу в тоже на одном герце то точек правильно ребят вот 5 герц а у меня там ремни буксуют ребят там ремни буксуют ненатянуты все работает все хорошо ну вот принципе все это сегодняшний видео ролик у нас был о том как делать коробушку для частотного преобразователя нам это вполне вполне себе в баллу удалось до обрезочек оцинкованной железочки 05 мм может быть прочнее бы мощнее было но повесили висит там не ваш арбуза не бить или молотком по нём не надо пусть висит и пусть работает от пыли и грязи прикрыли прикрыли хорошо на этом пожалуй все ролик будем считать законченным всем всем как всегда такой большой привет по диагонали ну кстати ребят переходим на канал эгоист компании там сынок у меня да с невеской там следую очередной у них там ролик скоро выйдет так что переходим смотрим подписываемся ну а теперь действительно всем пока будьте здоровы посвящ degenerает Продолжение следует...